Также в ходе своего рабочего визита глава региона ознакомился с работой центров открытой Акиматы и Парасаджолы в селе Петропавловка. Такой вот новый способ общения сельчан с госслужащими направлен на искоренение коррупции в обществе и создание благоприятных условий для граждан. Что важно отметить, запуск этих центров облегчил работу не только госслужащих, но и запросы простых сельчан. В Жильтаусском сельском округе, куда входит село Петропавловка, проживает порядка 4 тысяч человек. Первым делом глава региона осмотрел Акимат сельского округа, строительство которого было завершено в январе 2021 года. В здании площади около 185 квадратных метров работают отдел ветеринарии, опорный пункт полиции, действует офис открытый Акимат. Теперь сельчане могут напрямую адресовывать возникающие проблемы представителям власти и своевременно получать ответы на волнующие вопросы. Это одно из мероприятий по реализации концепции главы государства, сыщего государства. Такое здание для чего? Для того, чтобы улучшить, облегчить оказание услуг населению. В одном месте люди приходят и все услуги здесь в одном месте получают. Это и обеспечение открытия, прозрачности деятельности местного исполнительного органа. В зоне самообслуживания жители смогут получить также услуги через портал электронного правительства. Для удобства граждан с детьми оборудован игровой уголок. К слову, сельчане обращаются с разными запросами. Однако многих волнуют вопросы получения социальной помощи из земли. Самое главное, что жители довольны доступностью услуг. Я обратилась в сервисный Акимат для получения адресной социальной помощи. Я мама троих детей. Младшие еще совсем маленькие, поэтому не могу часто выезжать за просторы поселка. Открытие подобных центров очень удобно для нас. Не нужно никуда ехать, чтобы воспользоваться элементарными услугами. Большая часть жителей Жильтаусского сельского округа заняты в сфере сельского хозяйства. Газ, вода, свет, то есть все самое необходимое для сельчан есть. Теперь же жители села просят главу региона оказать содействие в строительстве врачебной амбулатории и спортивного объекта. Все прекрасно, пока никаких вопросов нет. Мы сейчас вот тоже думаем, чтобы для детей, для молодежи, чтобы этот спортивный комплекс. В этом году спортивный комплекс деньги выделяет у нас сел. Да, уже все готов, проект готов. Я уже давал прощение, потому что... Я уже давал такое прощение. Все населенные пункты, где проведена газ, вода, охота в дороге, где население пребывает, динамика положительная, должна быть обеспечена как инженерной инфраструктурой, так и социальной инфраструктурой. Вот, ну понятно, инженеры это газ, вода, электричество, связь, чтобы нормальная была. А социальная инфраструктура, это обязательно порядок, школу, чтобы было состояние, объекты здравоохранения, культуры и спортивные. Да, да, да. В этом году проектно-светная документация готова, где вот этот парк есть. Да, ну вот у нас, да, да. Вот где парк, сейчас уже полностью мы передали в область управления экономикой, теперь ждем средства. В принципе, в этом году мы уже начнем. А далее он, да, сыно, Розалин вместе с представителями антикоррупционной службы осмотрел центр «Парасаджола», который был открыт в библиотеке сельского клуба. Данный проект направлен на формирование антикоррупционной культуры в обществе, продвижение принципов добропорядочности и честности. Завершение Аким Каргалинского района с Карджусибалиев отчитался о проделанной работе за прошедший год и поделился планами на предстоящее. Таким образом, в 2021 году ожидается реализация нескольких крупных проектов в сфере сельского хозяйства, дорожного строительства и предпринимательства. Гульдана Халенказар, Мандус Магомбетов, Самат Халикенов, Телеканал Ахтубе. Продолжение следует...